Всем привет и слава Украине! Передача «Новости с Кавказа» продолжает свою работу. С вами я, Гилл Аватсадзе, и сегодня у нас хорошо знакомый и любимый нами Мамука Геукрылиза. Приветствую, Мамука, очень рад видеть. Я вас приветствую категорически. Мамука, очень многие зрители и друзья говорили о том, что все-таки на канале возник определенный перекос, и оно и было понятно по армяно-азербайджанской теме, потому что наша региональная песочница, в общем-то, это была главной проблемой. Она и сейчас остается проблемой, но уже гораздо менее острой, скажем так, хотя мира, мирного договора нет, мира нет, но вот за счет этого говорили о том, что, к сожалению, очень мало передач про Грузию, о Грузии, но действительно немного было, и вот в этом году я когда решил исправить это недоразумение, с твоей помощью и с помощью наших других коллег. Поэтому я думаю, что для начала давай поговорим о определенный ликбец проведен. Вот что из себя представляет, на твой взгляд, современная политическая система Грузии? Речь не идет о том, что Грузия — это парламентская республика, и по конституции там выборы, большинство потом, значит, утверждает премьер-министр и так далее. Это в сфере публичной политики. А мы поговорим о реальной политике. Очень сложный вопрос, на самом деле очень сложный вопрос, потому что для меня ситуация складывается так, что вполне возможно, что с 24 по 28 год после выборов у нас политической как бы структуры уже вообще не будет в полном подчинении одной партии. У меня такое впечатление складывается, исходя из того, какие законы были приняты, какая стала конституция Грузии и так далее. Мы можем об этом поговорить, если кого-то это интересно. Ну, дело в том, что то, что Грузия и парламентская страна стала уже давно, это понятно, но готова ли была Грузия к этой роли? Потому что парламентская республика, она более подходит к тем народам, к тем государствам, которые уже долго находятся в демократии, и для них это совершенно органично. А Грузия – это все-таки переходный период с автократии к демократии, и президентская республика, да и по сути грузин, по натуре грузин, она более подходит. И до сих пор, если ты заметил дело… Можно я на ты, да? Да, конечно, нужно. То есть мы же тут… Во-первых, это вообще передача. Я не считаю себя ведущим там гостем. Это диалоги. И во-вторых, у меня нет гостей, у меня все ведущие друзья, поэтому однозначно. Спасибо большое. И я что хотел сказать, что… Если ты заметил, в Грузии превалирует такая мысль, что если ты побеждаешь в выборах, то ты должен полностью победить в выборах, то ты должен сменить власть. То есть парламентская республика что представляет из себя? То есть ты берешь свой сегмент, потом с какими-то другими партиями вместе создаешь какую-то группу единомышленников и создаешь потом правительство. А в Грузии нет. В Грузии подходит каким образом? Мы голосуем только за очень сильного, который сменит власть, и будет власть полностью другая. И одна партия будет создавать потом правительство. То есть это мышление у Грузии все-таки больше подходит к президентской власти, когда действительно побеждает одна партия и к нему переходит все. И вся ответственность тоже. Не только все права, но и ответственность тоже. К сожалению, пока мы к этому не пришли, очень сложно политическим партиям, небольшим, объяснить своим избирателям, что если они дадут за них голоса, то они смогут как-то в парламенте создать какое-то большинство и так далее. К сожалению, это так. Конституция, которую поменяли во время президента Марк Валашвили, это тоже способствует этому, потому что, как ты знаешь, это достаточно высокий 5-процентный барьер, что создает сложности небольшим партиям, естественно. Но небольшие партии в таких странах, скажем, как Турция, имеют право делать блоки и в других странах тоже, Европы, и создают блоки. В этих блоках они представлены уже в парламенте, уже блок побеждает где-то или имеет какое-то определенное место в парламенте. Этого Грузия совершенно лишена, потому что в Грузии в конституции написано, что блоков нельзя им создавать. То есть получается как? У тебя высокая планка, а блоки создавать не можешь. То есть основная красота парламентской республики – многообразность, которая будет представлена разными политическими партиями, которые будут защищать интересы разных групп. Вот это совершенно теряется. То есть побеждает одна или две партии максимум. Математически, если это посчитать, получается, что три партии могут. Это исторически так, кстати. Давид Бердзен-Ищулий, звездный политик, он очень хорошо расписал все в своей статье, что исторически у нас больше трех партий вообще не попадали в парламент. Вот тут есть высокий барьер. Вот тут, конечно, есть опасность того, что мы получим опять автократическую систему. Я думаю, что у правящей партии есть все возможности для того, чтобы получить конституционное большинство. И тогда что станется с главной оппозиционной партией, а остальные партии вообще где останутся? За бортом. То есть это вообще уже очень серьезный, очень большой вопрос. Они потихонечку начнут отмирать. Многие говорят, что мы должны как-то укропняться, как в Америке, вот там две крупные партии. Извините, Америка – это президентская страна. Когда приводят Британию, а там не две партии – либеральная и консервативная. А там, если не ошибаюсь, семь или восемь партий находятся в парламенте. Небольшие. Даже в Китае, в Китае там пять партий находятся, по два-три человека из этих маленьких партий, но это так. А мы лишаем возможности разные группы грузин иметь своих представителей в парламенте, в виде тех партий, к которым они более относятся как бы с доверием. Вот такая ситуация. Меня немножко беспокоит, и я опасаюсь будущего за политический спектр Грузии. Очень большое спасибо. Очень много у меня, я даже себе вот выписывал, значит, очень много под вопросом и так далее. Но вот давай начнем с конца. А ты сказал про разные группы грузин. А есть ли они, разные группы грузин? Потому что вот в основном же я в чем вижу проблему и в чем я вижу самую большую проблему для нашей демократии. Она в том, что у нас нет структурированных групп интересов. То есть, если человек… Вот у меня здесь на торце дома есть прекрасная Тоне. Это Тоне – это пекарня, где пекут грузинский хлеб. И владелец ее, и еще два человека, которые ему помогают. У него работают. Вот я с ним периодически разговариваю, и вот он четко не может сформулировать своего интереса. Ровно так же, как не может сформулировать убанский таксист. Убан – это микрорайон. Мой убанский таксист не может сформулировать своего интереса. Даже крупных предпринимателей, среди которых у меня тоже есть знакомые, они тоже не могут. Но знаешь, что я тебе скажу? В свое время… Я даже не буду говорить, при какой власти это было. С одним крупным предпринимателем мы беседовали. Я как сейчас помню, просто гуляли по Батуми, возле туристов проходили. И я говорю, слушай, я говорю, интересно говорю, вот вы представители крупного капитала. «Почему бы вам не создать свою партию? У вас есть деньги, у вас есть возможности. Наймите людей, технологов и так далее». Он говорит, а как раз тогда по телеканалу «Медишо» фильм «Рим» сериал. Гелл говорит, ты смотришь «Рим» сериал? Я говорю, я жаворонок, а он в час ночи начинается, не смотрю. Слушай, там есть такой момент… Резрекционные списки, он говорит, что когда император приходит, значит, он говорит, вот эти списки, умейте этих людей, принесите их состояние в казну Римской империи. Вот мы не хотим попасть вот в эти списки. Я тебя очень хорошо понимаю. А что это? Это отголосок той автократии, которая была во время Советского Союза и которая пока не поменялась и не поменялась в головах в первую очередь, а не в сущности в политической системе. Естественно, это в головах должно быть. А что такое политический спектр? Между народом и политиками еще существует одна очень серьезная прослойка. Это гражданское общество, которое должно формировать в определенном смысле и настроение граждан, и должно предъявлять какие-то претензии или передавать настроения народа политикам. Вот гражданское общество у нас, увы, нет. Вообще нет. Вообще считается, подожди, традиционно считается, что в Грузии очень развитая гражданская общество. Это традиционно так считается. Я не говорю, что я с этим согласен. Я говорю про то, что есть такое мнение. Но мнение может быть есть, что такое гражданское общество. Если гражданское общество хорошо структурировано, и оно понимает, что оно должно делать, и делает это осмысленно, то существует гражданское общество. Но когда гражданское общество как спичка зажигается на несколько дней и на эмоциях какие-то требования выставляет, а потом запухает, Какое это гражданское общество? Никакого гражданское общества там нет. Это просто эмоции народа, которые выплескиваются при каких-то стечении обстоятельств. А структурированного такого отношения к народу, что в первую очередь образование, политическое образование. Вот ты говоришь, что люди не могут сформировать, то есть сформулировать, чего они хотят. Да? Они хотят просто хорошо жить. Один очень известный политик мне говорил, слушай, не надо с ними разговаривать, с людьми разговаривать очень сложно. Они этого не понимают, а им не нужно. Ты им скажи, что если вы нас выберете, то вы от этого получите выгоду. Понимаешь? А какую выгоду? А вот пенсии, а вот там цены упадут. То есть чистейший воды популизм. А когда разговариваешь с народом, основательно объясняешь, что когда тебе говорят, что пенсия будет тысячи лари, это совершенно невозможно, исходя из бюджета Грузии, то тебя не выбирают. Что плохой человек? Ты не хочешь, чтобы нам дал тысячи лари, пенсию. Вот в этом, понимаешь, это отсутствие образования, то есть недостаточность образования политического в первую очередь. Я не говорю, скажем, можно много книг прочитать, а политически ты совершенно можешь ничего не понимать. Вот в этом все дело. Поэтому, естественно, должны быть какие-то центры, созданные в Грузии, которые будут объяснять, что есть гражданин. У гражданина есть обязанности и есть права. Пока и этого люди не понимают. Люди не понимают, что есть государство. Что это двустороннее движение, что гражданин должен быть для государства, работать для государства. Государство должно заботиться о нем. А у нас опять социалистический подход такой. Государство должно нас одержать и на нас работать, а мы ничего не должны делать. А почему вообще мы платим налоги? Господи, да? Вот такой вопрос очень частый. А почему у нас эти штрафы такие высокие? Да просто потому, что это единственный инструмент, чтобы держать тебя в каких-то рамках, чтобы ты не выходил из этих рамок. А Европа к этому пришла бы давным-давно. Там жуткие иногда штрафы за нарушения какие-то. Но эти люди воспринимают это абсолютно нормально и ведут себя вот в этих рамках. Иначе ничего не получается. А у нас как? Извини, я сейчас закончу. У нас всегда есть… Продолжай, это очень интересно, это очень важно. У нас всегда есть два полюса. Хороший – плохой. Коци – нации. Барселона – Реал Мадрид и так далее. Абсолютно всегда идет какая-то борьба. А люди не хотят найти что-то общее. Реал Мадрид – Барселона – хорошо, но иногда Валенсия тоже хорошо играет. Давай из-за него поболеем. Ну, так я утрирую. А для государства что такое? Я понимаю, что есть левые взгляды, есть правые взгляды. Но диалектика что учит? Что движение вперед только в противопорстве вот этих двух полюсов. А мы этого не понимаем. Мы разрушаем, но вперед не хотим идти. Не ищем у нации, если можно нацией назвать Грузию. Большой нацией. Да, мы уже сформировавшаяся политическая нация, конечно. А какая нация может быть без единого цели? Ну, а какая цель сейчас, например, у Чехов? Они же политические, да? Не знаю. Наверное, у них своя цель какая-то имеется. Да нет, ну какой цели? Жить хорошо. Вот тебе цель. Жить хорошо. Жить хорошо, потому что можно жить в мире со своими соседями. Жить, чтобы не было голодных, не было бездомных. Чтобы к домашним животным хорошо относились. Это же цель. Ну, ты тоже социалист. Ты тоже социалист. Ты тоже социалист, значит. Не верю. Я не верю. Мнение – это цель. А как этого достичь? Это вот социализм или не социализм – это уже о методах, как этого достичь. Вот, согласен. А нет инструментов для растяжения вот этого. Каким образом пойти к этой цели? Существует такая мысль, которая очень непопулярна в государстве, что мы должны объявить нейтралитет, да? Но это ведь тоже какой-то вариант, да? Для меня может неприемлемо быть, для тебя неприемлемо. Но существуют же люди, для которых это только… Мы не должны распивать голову из-за этого. Не-не-не. У меня позиция следующая. У меня позиция Рабиновича, которому в семнадцатом году постучались ночью. Да. И он спросил, кто вы, откуда, ЧК, а что вам нужно? Поговорить. А что у вас там двое? Вот и разговаривайте с друг с другом. Вот те, кто хотят нейтралитет, пусть друг с другом и разговаривают. Правильно, правильно, да. Но надо говорить, надо обсуждать, надо приходить к какой-то определенной… Слушай, а ты в последний раз когда читал, скажем, стратегию правительства Грузии? И, скажем, внешнюю стратегию… А последний раз когда она выходила? Давай об этом скажем. А, вот… По-моему, у нас оборонная, по-моему, закончилась в двадцать втором году, а в днешней политике в двадцатом году. Да. И нету ничего. И нету ничего. Вот это абсолютно. Это не нужно политикам, понимаешь? То есть тем, которые власти политикам, им это не нужно. Да. Нету запроса о том числе, где… Единственный человек, который кричит в парламенте, где стратегия оборонная, это теонная оккубация. Единственный человек, который постоянно кричит об этом. О чем разговор? О разговоре о том, что люди должны… И оппозиция, и правительство. Это же две ветви одной власти, да? То есть это государство сдерживается на вот этих двух направлениях. Они же должны между собой разговаривать, не бороться, а вместе как-то приходить к какому-то согласию и вести государство вперед. Иначе мы все потеряем. Ну вот ты сказал сейчас только что, да? А нету запроса от граждан, нету запроса от людей, от общества. Нету запроса. Никто не просит. Когда приходит премьер в парламент, начинает что-то обсуждать, а в обществе никаких волнений из-за этого обсуждений не происходит. Он что-то сказал, там ляпнул, и все это прошло, проехало, да? Какие-то запросы депутаты делают, они вообще не отвечают. Министры, я имею в виду, да? Парламентские запросы делают, вообще не отвечают. А народу это как бы параллельно совершенно. Не все это все равно. Живут и живут. А это что такое? Это советский образ жизни. Потому что было правительство, которое все знало. Оно было умное, оно было большое. Они пускай и думают, а нам думать не надо, мы просто работаем. Слушай, ну когда-то это должно поменяться, 30 лет прошло больше. Когда-то это в наших головах. У меня еще тогда, когда люди поймут, что у каждого из них, у тебя свой интерес, у меня свой интерес, у кого-то свой интерес. Не потому что я умозрительно решил. Если я сегодня либертарианец, а утром проснулся и решил быть коммунистом. Да, бывает так. А нету никаких, никаких преград у меня для этого нет. То есть, что коммунистом, что либертарианцем. Вот на мое экономическое положение, кто я? Коммунист и либертарианцем. Абсолютно не влияет. И не влияет, соответственно, за кого я дам голос. Правильно? Ну, не может же стать либертарианцем коммунистом за один день или за одну ночь. Ну, не может этого быть, понимаешь? Он к этому должен приходить долго-долго, упорно. Если только ему не приснился Маркс. Да. В ясном сне, да? Ну, поэтому я думаю, что все дело все-таки в пока еще не организованном общественном мнении. И нету общества гражданского. Вот это, наверное, самая большая проблема. Которая не действует потом на политика. И политикам тоже все равно. И вот этот вопрос, конечно… И ты помнишь, мы давным-давно в 2013 году создавали такую группу «Еверия» называлась. Помню, помню. Хорошая была, кстати, очень группа. Интересная была. Когда мы… Как раз у нас цель была вот это… Поднять общественное сознание, как бы, да, довести до людей… Что они должны… Мамуга, у вас знаете, что получилось? Вы поднимали общественное сознание у тех, у кого оно и так поднято. Да. То есть вас читали те, у которых уже и так… Такой-то элитный дух потом получился. Да, да. Согласен. 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 Я с большим интересом 20 читал и все остальное было. Интересно очень. Хорошо было. Действительно, хорошо было. Ну, это вот ты понимаешь, в чем дело. Давай так. Я у тебя… Я, может быть, сейчас ошибаюсь, но я тебе скажу, что в Грузии до сегодняшнего времени я знаю только две более или менее идеологические партии. Не самая первая, но они более или менее с идеологией. Давай попробуем. Ты согласен ли ты с этим, две или не две? Ты можешь назвать партией с идеологией в Грузии? А я тебе скажу, что я думаю… Ну, республиканцы, наверное. У них своя идеология, они не меняют свою идеологию. Их немного, мало, но они как-то… Я хочу тебе сказать, что наша партия тоже идеологически очень такая непопулярная. Мы такие… Консервативная партия с правым уклоном, которую не очень в Грузии воспринимают. А левые партии, либеральные, это их… А я вообще про другие партии подумал, знаешь? Я подумал, что есть либеристы, более либедей, которые говорили. И подумал о Гирче. Вот. Очень интересно… Которые дарят… Если это идеология, а не просто образ жизни. Понимаешь? Это тоже вопрос, да? Потому что… Нет… У Шалмы точно это не образ жизни. Ну, кстати, его нужно будет позвать как-нибудь. Он придет. У Шалмы точно это не образ жизни, потому что он такой же лидер рабочей партии, как я звезда китайского балета. Но… Но есть идеология. Он с какой-то идеей пытается продвигать. Гирчи – это, конечно же, образ жизни. Но в такой стране, как Грузия, если Гирчи… Если это не образ жизни, то это не может быть идеологией. Да, согласен, согласен, да. Ну, это крайне право, да. Которое близко до меня, очень близко. Но есть какие-то различия… Перебирают, загущают краски. Зура, он на русском бесплатно не говорит. Иначе бы я с ним с удовольствием поговорил бы. Нет, но он сказал, что я подзабыл язык. Ну, может быть, да. Нет, а это, кстати, это сплошь и рядом. Сейчас у меня проблема, что даже в мое поколение люди заканчивали вузы в России, в Украине, еще где-то, и забыли язык. Слушай, я тоже начинаю искать слова. Ну, не видишь… Я тебя умоляю, ты прекрасно говоришь. Господи, жил-то сколько лет в России. До сих пор, видишь, ты мне подсказал, да, цель? Слово за… по-английски по-английски. Значит, очень важный вопрос – это вопрос о традиции доброго царя, то есть персонификации власти. Ты знаешь, когда я тебя слушал, я подумал о такой вещи. Ты не можешь назвать трех грузинских плохих царей. Господи, про историю Грузии? Да. В общественном мнении, чтобы они были плохие. Да, ведь строитель, в первую очередь. Я тебе говорю, в общественном мнении, чтобы они были… В общественном мнении он был страшным царем, потому что его ненавидели несколько сот лет, вообще его имя не упоминалось в ваше. Более. Сейчас как это воспринимают? Сейчас царей. Я к тому говорю, что трех царей плохих у нас в истории нет. Это тоже большой вопрос. Видишь ли, определенная часть Грузии, например, считает, что Ираклий II был отвратительным царем, который привел Грузию в Кабалу в России, а большая часть считает, что он был великолепным царем. Я тебе говорю о доминации. Кто-то сейчас считает, что Давид Строителя тоже… Его что-то не одевает. Правописи. Правописи, да. Правописи тогда. Я не могу, честно говоря. Ну, может, ты сам… Нет, я тоже не могу. Закичамья. Был такой царь. Закичамья. Был такой царь. Я поэтому и сказал трех. Я израховался и сказал трех. И это… Слушай, то есть традиция доброго царя у нас существует. Но и персонификация власти существует. Ты помнишь, как назывался… Ну, конечно, помнишь. Первый пост Эдуарда Шеварнадзе, когда он пришел, вернулся к власти. Я тогда не жил в Грузии. Я… Ну, помню. Сейчас я тебе напомню. Он назывался глава государства, а не президент. Почему? Потому что тогда он еще не был избран. Нет. Потому что само президентство ассоциировалось со звядом. Ах, вот оно. Как раз они же тогда… Как раз была речь о том, что в Грузии не должно быть президента. Потом они поняли, что это трудом, и все-таки он стал президентом. Я тогда на самом деле мало интересовался вопросами в Грузии, потому что надо было выживать мне в России. Честно говоря, вот этот период истории… Выпал в Грузии, да. Да, выпал, да. Но на самом деле выживали там. Грузины выживали в России. Ну, я помню, в тот период я тоже в России был. Да. Вот видите, сложно было очень, да. Вообще все выживали. Ужасные игры были. Очень хорошо. И здесь самое было. Я когда приезжал в Грузию, мне было страшно. Здесь было ужасно, да. Здесь было хуже, чем там. Вообще, понимаешь, опять же к полюсности мы подойдем опять. То есть добрый царь или, понимаешь, вот лидер, иногда даже секретарь райкома или вор в законе, или, скажем, представитель клирик какой-то большой из церкви. Они все, значит, почитаемы среди людей. И люди к ним относятся как к отцу-кормильцу. Почему вот так в Грузии происходит? Я, честно говоря, долго думал и подошел к единственной мысли. Потому что они перекладывают ответственность на вот этого лидера. То есть люди сами не хотят брать на себя ответственность за свою жизнь дать. А он... Помнишь грузинская песня, да? «Если ты меня породил, так и корми», да? «Тугомачина тебе сморщина». Очень популярная песня. Вот этот подход, к сожалению, я не знаю, существует это в советских временах, а может быть, это до того было. Но это есть, да? Может быть, это из-за того, что мы были очень напуганной нацией, потому что нас все время кто-то порабощал. Мы были какой-то провинцией какой-то империи. То византийской, то хазарской, то римской, то там... Ну, провинцией мы никогда особо не были. Мы были вассалом. В вассалитетом. В вассалитетом. Да, в вассалитетом. То есть царь-то сохранялся. У терсов были, да, провинция была. Какой-то очень непродолжительный период истории. Вообще, у нас всегда был царь. Царя? У нас был... Мы отчинялись кому-то. Монголы тоже здесь не особо находились, но мы им платили дань, да? Как Геллобер Шури говорит, мы компактное государство. У нас компактное государство. Хочешь, не хочешь, мы все равно... А? Дипломатическое определение. Да. Мы не маленькое, мы компактное государство. Компактное государство. Да. Тем не менее, просто мы сильно напуганные на цель, видимо. И поэтому уже очень хочется, чтобы не отвечать за что-то и отдать браздоправление кому-то. Пускай он думает, пускай он берет на себя ответственность. И тогда мы все будем жить хорошо. В корне неправильно. Мы не принимаем прямого участия в своей жизни. Ну смотри, опять же, выборы. Ну происходит, да, и там везет разговор, что это все левые, липовые выборы и так далее. А почему? Потому что кто-то приходит или покупает народ, и они не идут голосовать. Или идет подкуп на весьма небольшие деньги, да, и они голосуют за кого-то, который эти голоса покупает. А они не голосуют за себя, за свой выбор. Они не чувствуют ответственности за свою жизнь. А потом уже начинается наезд на политические партии. Вы не смогли защитить наши голоса. А сейчас я буду защищать избирателей. Я тебе приведу два примера. Выборы, я выборов много видел в жизни, но особенно мне это было. Умер этот Гамгебели, то есть глава района Гардабанского. И в Гардабане были выбраны. Гамгебели. Значит, вплоть до пяти часов вечера, пяти часов вечера было так, ну, наблюдатели же бегали туда-сюда и сообщали, что тема того, а я был в штабе националов смотрел. Мы, говорит, побеждаем по ходу. Потом, после пяти вечера раздали деньги. А в Гардабане, в самом городе же, в основном азербайджанские семьи и рядом селы тоже азербайджанские семьи, там у них по 6-7 детей. 30 лари на человека, на семью 30 лари на человека. Это большие деньги для тогдашнего времени. Большие деньги. И люди пошли. Но у меня вопрос. До пяти часов вечера, почему оппозиция не привела и не убедила этих людей, чтобы они прошли, голосовали за нее. То есть, значит, они доработали. И второй пример я тебя приведу. Извини, что долго. Второй пример. Время очень быстро бежит. В двадцатом году, вот примерно в это время, даже раньше, девятнадцатый год, осень девятнадцатого, начало двадцатого года, в Джисаке я решил провести следующий эксперимент. Есть Томас Хунджу, ты его знаком, по-моему, с ним, физик. Он знает вот эти предвыборные технологии, выборные технологии и так далее. И мы каждой политической партии практически пытались предложить, ну не каждой, но вот те, кто приходили, пытались предложить, вот, ребята, вот эта схема, поработайте и приведите своего избирателя. Нужны входные данные, нужно это, что нужно делать. Только одна, не буду называть, только одна политическая партия проявила интерес. В общем, знаешь, какой очень интересный, я долго ржал. Они сказали, а Томас на выборах этого, восемнадцатого года, ты вроде бы как волонтером был в НАЦДвижении, да? А базы данных этого НАЦДвижения есть? А базы ужасы. Понятно. То есть, вот что мешает политическим партиям, если у них есть какие-то финансы? О-о-о! Просто-напросто, просто-напросто позиционироваться, значит, посмотреть, что вот здесь за нас голосуют в этом районе, в этом районе не голосуют за нас. Не надо на этот район обращать внимание. Вот в этом районе уделите внимание, приведите своих избирателей утром, чтобы вечером на них не давили, их не подкупали. А, согласен. Давай вот как раз с этого момента начнем. Есть ли финансы? То есть, исходя из моего не очень большого опыта, но я хочу тебе сказать, что я даже доходил до таких деревень, где машина не поднималась, пешком поднималась, врача, например. И очень глубокие, даже в картле. Здесь такие достаточно серьезные, запущенные территории были политиками и правительством. Увы, это так. Мы беседовались с людьми. Такие ужасающие факты узнаешь, что ты уже понимаешь, что тебе уже нечего и сказать им. Некоторые живут в полной нищете. А у тебя денег нету. Он тебе говорит, я приду, проголосую за тебя, но только, пожалуйста, сделай так, чтобы машина за мной приехала или за нами. И она отвозила нас голосовать. То есть, ты должен организовать транспорт. Потому что деревни большие, им сложно пешком ходить. А у тебя денег на бензин уже не хватает. Потому что Грузия для небольшой партии большая. А деньги у правительства есть. И еще такой момент. В Восточной Грузии люди прямые. Очень прямые. Они тебе прямо говорят, я за тебя буду голосовать или не буду голосовать. Некоторые говорят, я даже такое слушаю. Слушайте, накройте стол и мы потом пойдем проголосуем за вас. А кто-то накрывал и за них голосовать. Но я и такое видел, когда за одну партию, я не буду называть этой партией, потому что я никогда фаном этой партии не был, целый район был расположен очень хорошо. И реально выбирали депутата из того региона. Пармежуточные были выборы. Практически он выигрывал, я не знаю, где-то процентов 80. Всегда? Нет, вот в этот момент. Практически он сто процентов обеспечил себе место. Но был еще правительственный депутат. Кандидат депутата. Которая проигрывала. И вдруг за три или четыре дня, я как раз там был, в районном центре я вижу когорту машин. Приезжают тогдашние министры, премьер, проводят заседания, потом встречаются с народом на площади. Потом включились еще какие-то дела. Солдат перевезли из одного в другой, в эту область. И выиграл правительственный кандидат. То есть тот кандидат, который выигрывал с огромным перевесом. Ум проиграл. Вот в этом, понимаешь, тоже такой момент. Опять же автократическое мышление. Совка вот это исходит. Вот приехали начальники, и все, они решили. Ну, конечно, тут включаются еще и спецслужбы, и так далее, и тому подобное. Люди боятся. И все. А в Западной Грузии есть другой момент. В Западной Грузии с тобой разговаривают. Они тебе говорят, раз ты приехал, у нас жизнь налаживается. Ну, естественно, мы будем за тебя голосовать. А о чем ты можешь думать вообще? Ах, они голосуют за другого. То есть первый раз я действительно купился. Потом я очень хорошо начал разбирать, кто действительно может проголосовать, а кто нет. То есть вот такие вещи существуют. В Грузии специфика такая. Но самое главное, что у правительства есть сейчас, например, абсолютно полный перечень людей, кто за кого голосует. Конечно, у них есть. Да. Они за эти годы смогли вычислить, кто за кого будет голосовать. Они вообще не обращают внимания на тех, которые не будут голосовать. А за них они цепляются до последнего. Плюс еще они смогут, используя административный ресурс, а он у них огромный просто, тех, которые колеблющиеся товарищи. Вот и все. Естественно, вот формула победы, вот она здесь. Единственный вариант, чтобы правительственная партия проиграла Грузии. Я просто старые времена говорю, почему Салакашулепа. Тогда назревает очень серьезный процесс в народе. Неприятие вот этого правительства. И жажда того, чтобы поменять как-то вот это правительство. Но действительно жажда была, чтобы поменять национальное решение. Лишь бы поменять. А вот этого я здесь сейчас не вижу. Нет протестов в народе. Нет. Поэтому… Причем, знаешь, что самое интересное? Саакашвили очень многие очень сильно любили, просто обожали его. И очень сильно ненавидели. Да. Да. К Иванишвили… Нету… Нету? Нету? Нет. Ну, Иванишвили-то… Да. Ари-ари. Есть и есть. Да. Есть и есть, да. То есть, вот эта оппозиция, она оказалась гораздо более выигрышной, чем когда тебя обожают и когда тебя ненавидят. Иванишвили очень умный человек. Он великолепный психолог. Великолепный. Он блестяще разбирается в психологии грузинского человека. Знает, где отступить. Ты же помнишь, сколько раз он отступал? Да? Когда он видит необходимость, чтобы отступить, он отступает и видит в этом ничего страшного. А Саакашвили шел рогами вперед. Уперся и попер, да. Да. А этот умный очень, да. Ну, естественно. И плюс у него в руках весь бизнес. Весь бизнес за него. Потому что он не, как Медведев любил говорить, не кошмарит бизнес. А, это важно, кстати. Вот это важно. Слушай, а перераспределение определенное произошло, то есть, в его пользу? В смысле? Перераспределение. Вот в 2012 году оно, конечно же, произошло. Там были группы, которые работали на правительственном группе бизнеса. Они у кого-то там что-то забрали, у кого-то что-то отобрали. После этого перераспределение идет или система стабильная? Я думаю, что очень сильно разделились по группам. Вот когда отошел отдел Иван Ищули, я думаю, что он как-то вот бразды правления в бизнесе. Немножко отпустил, дал возможность людям заработать и другим группам. И сейчас, видишь, вот есть группа Каладзе, которая собрана в городе. А что есть в городе? Город – это и есть Грузия, да? Да, одна треть населения. И по деньгам, я думаю, больше половины денег. Больше половины, да. А там еще группа Гарибашвили есть, там какие-то другие группы, наверное, существуют. Ну, они, естественно, начинают чувствовать некоторую независимость и проявляют эту независимость. Поэтому из-за этого и вернулся Иван Ищули, чтобы как-то приструнить вот эти… Немножко… Взорвавшие. …пырящие аппетиты, да? Взорвавшие. Да, то есть для Иванишвили нет… Я всегда говорю, когда я объясняю иностранцам в смысле ситуацию в Грузии, я говорю, ребят, ну, нет внутренних угроз у Иванишвили со стороны оппозиции. Оппозиция наша – обнять и плакать. На самом деле так. Факт, факт. Я же многих из них не знаю. Я к ним очень хорошо отношусь. И так далее. Ну, правда, вот обнять и плакать. Ага. Но внутри… Кстати, один серьезный такой политик из «Грузинской мечты» сказал моему другу, что нам пофиг, что там Басадзе говорит. Но и правда пофиг. И правда пофиг, кто что говорит, понимаешь? Потому что они создали систему, которая рабочая. Которая эффективная. Это нужно признать. Любая система работает до порыва времени. Вот. А вот до какой поры, до какого времени она работает? До какого-то вот внутреннего взрыва. Ну, ты же помнишь, да? Был какой-то закон, который не был люб народу. И все. И вперед. И давай сбрасывать это в правительство. И что произошло? Они отступили. Отступили сразу же. Ну, моментально. Не это имели в виду. Вы чего? Отступили. Ну, если народ вот это поймет, что можно поднажимать, да, на государство и получать какие-то выгоды для себя, это будет очень правильно. Ну, вот этого нету. Нету систематизированности в гражданском обществе Грузии. Ну, какая от этого политика существует? Чтобы народу сказать, вот сейчас вот это. Да. В политику, грузинскую политику я могу характеризовать, значит, из речения Ильфа и Петрова, альпийское нищество. Святое дело. Альпийское нищество – святое дело. Да. Понимаешь? Нету денег. Вот есть какие-то партии, вот скажем, наша партия, которая получает, значит, бесплатную рекламу по телевидению, есть какие-то представительства Центральной избирательной комиссии, есть какая-то сумма, которую мы можем использовать во время выборов. А очень много партий, которые этого не имеют. Совсем не имеют. И этих наших денег тоже совершенно не хватает. А зачем эти партии? Сколько у нас партий, кстати? По разным оценкам разная. А сколько партий в государствах с парламентской республикой? Я не знаю, но у нас говорят… Много партий. Нет, у нас говорят от 400 до 600 зарегистрированы. У нас? Да нет, реально 30 партий у нас. Реально. Ну реально 30 партий, тоже много. Реально 30 партий, не больше. Понятно, они зарегистрированы. Регистрированы. Вот если они имеют, как бы прошли регистрацию, их еще меньше станет к выборам. Вот посмотришь, еще меньше будет. И это уменьшение продлится и продлится. Ну тогда давайте обратно возвращаться к президентской республике. Зачем мы мучаем себя и изображаем какую-то парламентскую республику, которая совершенно не вернется? Пока у власти будет Иванишвеля, он ни за что не вернется. Я понимаю, да. Ну тогда получается какой-то анахронизм чего-то советского, понимаешь, в обличии демократии. Ну никак. Это неправильная система абсолютно. Мне непонятно, как она будет дальше работать, потому что Иванишвели, тоже святой дух, он тоже когда-то уйдет, постареет и уйдет. И что останется с той партией? Не, не. Грузинская мечта – это партия Иванишвели. Иванишвели, если он реально ушел бы из политики Иванишвели, грузинская мечта закончилась бы на второй день. Никаких деньги ему не помогли. Не, не. Они бы сразу разбежались бы. Разбежались бы просто и начали бороться с друг другом. Системы политической нет. Единственное еще, на чем зиждит своих власть? На боязни возвращения националов? Уже нет. По-моему, уже нет. Уже меньше? Ну все равно. А ты вспомнил, как вот президентские выборы были, да? Это был последний всплеск боязни возвращения националов. Не, ну с националами я же рассказывал историю. Я не помню, тебе рассказывал или нет. Когда я… Учили ждали НГС комы Хабази. И зашли… 2013 год зашли в этот… Как его зовут? В Натальюсу. Она комы узнала. Женщина, которая там печатает… На компьютере печатает. Можешь себе представить. Уровень ее ответственности. Она печатает документы. И она… Ответственности я имею в виду… Сейчас поймешь я о чем. Она говорит… Вы такой хороший, говорит, человек. Но когда вы были во власти, я, говорит, все время боялась. Ну, мне нужно было сразу же узнать… Я же сразу же зацепился. Я говорю, извините. Я говорю, а чего вы боялись? Того, что меня посадят. Я говорю, извините. Извините. Я говорю, а было за что вас сажать? Ну, чтобы тут печатать эти документы. Так не важно. Конечно, не было. Но я все равно боялась, что меня посадят. Савок. Савок. Пела. Вот здесь у нас савок сидит. Мы не можем его вытравить. Вот в этом все дело. А почему, Иван Ищуле? А потому что он царь-батюшка. Который прогнал плохого этого… Плохого царя прогнал. Сам он… Сам он тоже не очень хороший царь. Но… Но… В истории… Вот я сейчас сформулировал. В истории Грузии все цари хорошие. Но царь сегодня не бывает хорошего царя. Да, но это… А потом царь хороший. А что такое? Мы уже это пережили. У нас уже звезд очень хороший. Уже сейчас говорят… Эдуард… Какие представители Эдуарда? Разве не Эдуард создал государственные институты первые? Разве он не смазался от того беспредела, которое было? Вектор западный он, на самом деле, сформировал. Нет, ну… Про Эдуард… Отдельно поговорить… То, что у этого человека есть заслуги… Ровно так же, как и у Звятоков… Естественно. У всех какие-то заслуги есть. И у Иван Ищуле… И у Иван Ищуле тоже… Не существует так, чтобы… А Иван Ищуле пока рано говорить. Он еще у нас… А Иван Ищуле смог успокоить народ? Да. Да. Это правда. Это… Вот то, что больше всего ценится на Западе. Вот почему Иван Ищуле как-то… Ну, то, что он теневой лидер… Это естественно… Сколько бы ни говорили, что он руководит партией… Он теневой лидер. Это… Безусловно, это так. Это знают на Западе. Но относятся к этому как-то сквозь пальцы. Потому что реально в Грузии есть спокойная какая-то ситуация. Почему отступал Иван Ищуле все время вот тогда, когда волнения были? Потому что он знает, что его по голове не погладят из-за того, что здесь начнется какая-то внутренняя борьба серьезная. Ну, вот и мы знаем, что мы должны делать, но не делаем. А я тебе еще скажу одну вещь. Уличным этим… Как-то… Я сам не люблю на улице как-то выходить и там орать. Но… Но… Реально вот это действует. А сколько бы мы не выступали в парламенте… Не воспринимают политиков… Ну, парламент у нас… Ладно, но… Я еще раз говорю… Это… Как это называется? Интерпелляции этот самый… Да, да, да… Вызываешь министров. Да, вызов этого министра или какого-то, да. По-моему… По-моему… Одноклёна 10 раз в год вызывает разных министров. И что? Она еще и выставляет эти, да, эти бумаги. Да, она выставляет, да. Просто… Ноль внимания. Слушай, смотри, что такое депутат. Депутат – это представитель народа. Ты представляешь, когда моего представителя оскорбляют… Мало того оскорбляют. Мало того оскорбляют. Бьют. Где? В парламенте. Ну, тот, который бьет, он же тоже представитель народа. Это меня не задевает совершенно. Я избирателю говорю. Избирателю все равно… Бьют его, не бьют. Да, ну… Да, они соматся друг с другом. Да, объясним… Понимаешь, вот… Сознание, да. Опять совок. Потому что он далеко. Он далеко от меня. Он сюда не придет. Он… Слушай, а ты не видел этого, да? Когда вот идут какие-то, значит, пропаганда какая-то… За какого-то этого надо голосовать и так далее. Потом он под деревням ходит. Слушай, меня знаешь, что возмутило? Я не буду говорить, какая партия. Одна из партий возила на автобусе своих каких-то людей по этим деревням. Ну, во второй деревне, да? А я вместе с ними ездил. Во второй деревне, я что-то уже знакомые лица… В третьей деревне я уже увидел все знакомые, те люди, которые там собрались. Да я не понял, какого черта я должен что-то говорить тем людям, которым… Это я в первой же деревне рассказал. А что правительство этого не делает, они не создают вот этот какой-то фон, да? Ну, конечно… А вот кого мы обманываем? Ой, ты знаешь, что… Вот у нас уже не так много времени остается. И я скажу тебе так. Вот то, что мы сейчас с тобой договорили… Это лучше… На телевидении нельзя, слушай, закрой эту передачу. Нет, это лучше антипропаганда демократии как таковой получается у нас. Или все-таки Черчилль был прав, что демократия – штука не очень хорошая, но лучше нее никто не придумал? Слушай, ну, смотря по какой демократии мы говорим, древнегреческая демократия очень интересная. Потому что там не всем давали возможность голосовать. Сократа убили. Вот и тоже… Сократа убили. Даже одни убили Сократа. Кому-то эти глиняные таблички давали, выгоняли из городов и так далее. Понимаешь, она много раз трансформировалась, но на самом деле лучше ничего не придумали люди. Но… Понимаешь, когда определенное количество людей твоих говорят, что они не интересуются политикой… Определенное количество? Больше 60%, 65% или 68% по вопросам НДА и последним. Ничего себе определенное количество. Не интересуются политикой. А потом они идут и голосуют. То есть ты понимаешь, кого они выберут? Не интересуются, а выбирают кого-то. Вот в этом вся суть, понимаешь? То есть у политиков и у граждан нет вот этого линка, понимаешь, чтобы между собой разговаривали. Абсолютно нет. Какие бы популисты не были, какие-то там щеки бы не надували, все равно они не разговаривают с народом. Они не умеют разговаривать с народом. А потому что нет вот этой прослойки гражданского общества, которое, я же еще раз говорю, должно формировать настроение людей и наоборот от людей переносить какие-то потребности, какие-то призывы к политикам. Вот в этом вся суть, понимаешь? Нету вот этого. Медиа должна исполнять вот эту роль тоже. А какая медиа? Она медиа, извини, пускай меня извинят, но это так. Это определенные либо правительственные, либо оппозиционные и очень-очень поляризованные группы. Редко, когда встречаются такие более-менее сбалансированные медиа. Вот в этом суть, понимаешь? У нас идет борьба вместо того, чтобы искать пути взаимосвязи. Ну, я согласен, да, правительство, действительно, оно более ответственно, чтобы ввести что-то, естественно, это так. Когда ты видишь, что в парламенте тебя не слушают, тебя оскорбляют, вообще твои слова не интересны. Когда тебе говорят в оппозиции, что оппозиция вообще нищая, никакая. Ну, ты понимаешь, что ты вообще зря существуешь, да? Ну, тогда что получается? Одна партия, и пускай она правит. И что это такое? Это модель, русская модель, российская модель, это совковая модель. Вот и все. К этому, к сожалению, мы пришли за последний год. Шли очень хорошо. Шли во время щавардации. Во время щавардации более-менее терки были в парламенте, и какие-то определенные мысли воспринимались и от оппозиции. А потом что получилось во время Савакашули, вспомни? И это сейчас еще более усугубилось. И, в конце концов, я думаю, что, конечно, прогнозировать не очень-то правильно, но я думаю, что кроме двух партий, ни одна партия не пройдет в парламенте. На этот момент я не вижу возможности. Ну, знаешь, мне вот тут недавно сказали, что, мол, встречались под большим, типа, не под большим секретом, а сказали, что, мол, встречались два крупных бизнесмена, один из которых финансирует партию власти. И человек его не щупит, а другой, который финансирует партию в оппозиции, на Кипре где-то, и они договорились, что 115 на 35 будет расклад. Я это послушал, знаешь, по таким, знаешь, мы это слышали, мы это знаем точно, вот там встречались и так далее и тому подобное. Вот, слушайте, я говорю, а если бы они не встречались, расклад был бы другим? Нет. Зачем они встречались? И так ясно, что расклад, вот на сегодняшний день расклад такой. Да? А что это означает конституционное большинство? Да, это означает конституционное большинство. Они могут конституцию поменять в живую мать? Уже было конституционное большинство, да? Нет. А, не было, нет, нет, не было. Было у Саакашвили. Было у Саакашвили, да. И к чему он привел государство? К парламентской республике. Перекраивать как собственные штаны в конституцию, это, знаете, чревато, в конце концов, для государства. Ну-ка, огромное спасибо за очень интересную беседу. Я уверен, что очень многим нашим друзьям, за пределами Грузии, я не знаю, в Грузии мы, может быть, тоже, но за пределами Грузии это будет очень интересно и важно услышать. Потому что мне очень сложно бывает вот так, когда сложно, знаешь, комментарии, когда берут вот иностранные СМИ, да, обычно у тебя 3 минуты или 5 минут, и ты должен в эти 5 минут уложить вот весь этот наш разговор. Да, еще потом за 30 секунд его должны довести этими, да, сожницами. Нет, обычно нет, обычно там лайвы бывают, но не важно, да, 3 минуты, 5 минут, ну что, можно 5 минут вместить весь этот разговор. А сейчас я бы смогу вот посмотреть и все понимать. Я думаю, что мы должны обязательно обсуждать это, ну и, конечно же, важно, что вокруг нас происходит, но иногда важно посмотреть, заглянуть в нашу кастрюлю и посмотреть, что у нас внутри. Какое больше или хорошо у нас получается. Мы сейчас просто поднимали больные темы, да, может быть, не так все плохо, а это может быть, как-то мы сейчас усугубили ситуацию, да, разговаривали в темных тонах, может быть, так сложно, но мы поднимали сейчас с тобой больные темы, о которых просто надо разговаривать. И надо смягчать тон и правительству, и оппозиции, понимаешь, иначе ничего не получится, иначе мы постоянно будем аутсайдером. Вот это меня немножко беспокоит. И самое главное тем, кто за пределами Грузии, ребят, в том, что это происходит, ничего трагичного нет. Люди, в принципе, все с ними нормально. Да. И тот мужик, который печет хлеб, вот сейчас я выйду, я смогу купить тонны, потому что он его печет, вот это делает. И убанский таксист на месте у меня. Жизнь продолжается. Большое спасибо. Большое спасибо вам, Ука, за очень интересную беседу. И большое спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами. Всего доброго. До новых встреч. Счастливо.